Приветствую вас! Я хотел бы обратить ваше внимание на несколько моментов, которые мне показались очень важными, прежде чем отвечать на ваш вопрос. Надеюсь, что из этих моментов, которые я раскрою, надеюсь, что эти моменты, которые у вас описаны лишь мельком, но с учетом проблематики, которую вы описываете, значит, надеюсь, что эти моменты приобретут для вас именно ту самую связь, именно ту самую картину, очертание картины, что и поможет вам по факту увидеть то, что вижу я. Итак, момент первый. Касается того, что ваша семья, по вашим словам, является совершенно обычной. Я полагаю, что совершенно не нужно напоминать о том, что двух одинаковых семей не бывает. То есть, если у вас есть семья, значит, она уже уникальна. И то, что у вас обычная семья, говорит о том, что вы либо недооцениваете себя и, ну, например, свой, допустим, склад в семью, либо то, что вы не удовлетворены в глубине души, не удовлетворены тем, как обстоят дела в вашей семье, как обстоят дела с, ну, например, с реализацией вас в семье. И, соответственно, это является проявлением проекции на свое желание. То есть, вы, грубо говоря, нуждаетесь в том, чтобы быть более активной, вы нуждаетесь в том, чтобы быть более, ну, как бы, быть более раскрытой. А жизнь, ваши обстоятельства жизненные, вам этого, по факту, не дают, по сути. И именно по этой причине, по этой причине, потому что, ну, вот, по причине того, это вам не получается раскрыть себя. Именно по этой причине вы как раз-таки и испытываете потребность в том, чтобы, ну, ну, как-то вот, значит, разнообразить свою жизнь. Что, по итогу, приводит к тому, что вам нужно мужское внимание. Это первый момент. Первый момент. Второй момент. Ссоримся, миримся, пишите вы. Т.е. для вас ссори, это, вообще говоря, нормально. Ну, видимо, как вы знаете, есть, так называемое расхожее мнение, что ссори есть везде, в каждой семье. Может быть, это и так, но я, как психолог, я с этим не согласен. Я не считаю, что ссоры это нормально. Я не считаю, что ссоры можно воспринимать как что-то само собой разумеющееся. Вот. И, соответственно, у любой ссоры есть свои причины, у любой ссоры есть свои какие-то обстоятельства. Вот. И на мой взгляд, на мой взгляд, именно причины ссор, почему вы, именно вы ссоритесь, именно вы нуждаются, причины ссор нуждаются в их выявлении, в их проработке. проработке и коррекции, коррекции поведения. Вот. Т.е. то, что вы ссоритесь и миритесь, то, что вы ссоритесь, но при этом, как я понимаю, никакого решения, никакого решения проблем нет. Мне кажется, что это путь в никуда. С одной стороны, и с другой стороны, это прямая стимуляция к тому, чтобы вы, грубо говоря, обращали внимание на других мужчин, с которыми у вас, скорее всего, ссор, либо нет, либо вы к этому еще не пришли. То есть, ну, вы не дошли к этим моментам. Вот. Не дошли до того, чтобы ссориться. То есть, ссора – это важная проблема. И в ссорах нужно разделять ответственность. То есть, какая ответственность, грубо говоря, за ссоры у вас, а какая ответственность за ссоры вашего мужа? А что делаете вы, чтобы не ссориться? Делаете ли вы что-то? А может быть, вы хотите ссориться и своего рода специально как-то, значит, провоцировать скандалы? Именно вы. Может быть, вам нравится именно процесс примирения, когда вы осознаете, что, ну, что мужчина для вас, грубо говоря, что-то большее, и вы, ну, таким образом его цените, и таким образом им дорожите в большей степени, чем, например, это было бы, если бы вы, например, не ссорились. Но тогда получается, что через ссоры вы пытаетесь обрести для себя то, что вот, ну, то, что хочется. То есть, только через ссоры, а это на самом деле довольно болезненная история, болезненная позиция. Поэтому тут вот тоже нужно смотреть. Так, вы пишите, что 8 лет вместе, за собой слежу, обращаю мужское внимание. Ну вот, соответственно, мужское внимание вы обожаете. На мой взгляд, на мой взгляд, то, что вы обожаете мужское внимание, да, уже по факту есть некий такой, ну, скажем так, симптом. Симптом. Некий симптом. То есть, ээээ, симптоматика, она здесь следующая. Симптоматика, она здесь следующая. Ага. Это правда, это правда, что женщина нуждается в, эээ, мужском внимании. Это, это так. Но, 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 если женщина нуждается в мужском внимании, и при этом она, эээ, флиртует, то это уже что-то больше, чем потребность в мужском внимании. А если это что-то большее, то, скорее всего, за этим что-то стоит. А в этом стоит либо какой-то страх, либо какое-то желание, либо, либо какое-то, какие-то проявления, проявления сценариев жизненных и так далее. Так или иначе, так или иначе, эээ, не совсем нормально то, что вы флиртуете с другими мужчинами. Как бы там, эээ, что не было, ну, не совсем, это нормально. Потому что, ну, мужское внимание можно, в принципе, замечать, да, его можно просто чувствовать, и этого будет достаточно. Вам нужно именно флиртовать. И, а, вам чего-то не хватает от своего мужа, эээ, ну, вот, в таком случае. И, б, вы чего-то боитесь, эээ, вы к чему-то стремитесь, вы, эээ, что-то себе запрещаете. Ну, можете запрещать. Ага, именно, скорее всего, ну, именно с мужем. Вот. Такая история, эээ, тоже может быть, такая история тоже может, эээ, происходить. Вот, эээ, мне как, мне кажется, что, именно на этот аспект, эээ, нужно обратить тоже самое пристальное внимание. Дальше. А, значит, ээээ, тут моей жизни, пишите вы, вы. Появился обеспеченный мужчина, очень настойчивый, и мне нравится его внимание. Ну, эээ, соответственно, смотрите, какая получается история. Пока. Ээээ, появился в вашей жизни обеспеченный мужчина. То есть, вот, эээ, что интересно, да? Что интересу, эээ, вас интересует обеспеченный мужчина. То есть, вы заотрили свое внимание на обеспеченном мужчине. Именно обеспеченный мужчина вам нравится, ну, судя, потому что вы написали. Это значит, что ваш муж, скорее всего, эээ, в чем-то вас не удовлетворяет. Эээ, нужно признать факт того, что эээ, вы не удовлетворены до конца. Именно для того, чтобы мужу высказать свои потребности, если вы его, конечно, любите. Если вы своего мужа любите, ну, вот, а с другими мужчинами у вас есть какие-то эмоции, какие-то желания, да? И так далее. То есть, понимаете, как происходит, эээ, как вырисовывается ситуация? Вот. Вы своему мужу не доносите, вероятно, того, что вам, ну, вот, что-то, ну, что-то может не нравиться. Да? И так далее. Ну, а он, ваш муж, может об этом дальше и, в общем и целом, не догадываться о том, что такое имеет место быть. Понимаете? Вот. Поэтому здесь исходить, исходить нужно именно из, эээ, вот этих моментов. Да? То есть, вы говорите, я обожаю мужское внимание. Значит, вам это для чего-то нужно. Мужское внимание. Мужское внимание вам что-то даёт. Эээ. Ээээ. получается. И необходимо разобраться с тем, эээээ, что именно конкретно вам дает мужское внимание. Мне представляется это одним из ключевых моментов, если вы хотите понять для себя, что с вами происходит и как вы в этой ситуации оказались. Далее, значит, мне нравится его внимание. Ну, то есть, возможно, ваш муж, он здесь выступает как более, знаете, как, может быть, как более такой пассивный элемент. То есть, вы не чувствуете или можете не чувствовать в своем мужа такой стержень, который вам, ну, например, хотелось бы чувствовать. Мне кажется, что это, ну, тоже вполне себе гипотеза. Правда, нужно выяснять, как при таком раскладе, как вот в такой ситуации вы выбрали именно, ну, именно вот своего мужа. То есть, вы же его по какой-то, ну, причине выбрали именно своего мужа. Получается, что он вам, ну, как-то чем-то дорог, он вас как-то чем-то привлекает, но при этом с ним вы себя женщиной не чувствуете, либо у вас есть четкое представление о том, что именно вам нужно для того, чтобы чувствовать себя, опять же, женщиной. Вот. И насколько вы считаете, ну, грубо-грубо-грубо говоря, для себя, да, вот это вот приемлемо то, что, то, что делает вас женщиной то, что вы хотите. А может быть это как-то негативно влияет на вас? Об этом тоже можно и нужно подумать. То есть, нет ничего плохого в том, что, чтобы стараться достичь ощущения себя женщиной, но если это деструктивно на вас сказывается, то у этого есть элемент принуждения. Вы пишите, я не хочу изменять мужа. Это очень интересное высказывание на самом деле. То есть, вы как-бы говорите, мужу я изменять не хочу. Вот. Ну, именно просто изменять. Изменять мужа я не хочу. Именно изменять. Но при этом, как-бы, сами, ну, сами действия мне нравятся. При этом само поведение мне нравится. При этом, меня при этом, в общем, все устраивает. Вот. Но мужу изменять я не хочу. То есть, вас страшит скорее сам факт возможной измены. А не то, что вы, там, грубо говоря, грубо говоря, ну, можете получить что-то от другого мужчину. То есть, вы переживаете именно по поводу того, что вы измените мужа, сделать что-то плохое. Вот. Но при этом, если бы, ну, вот, скорее всего, скорее всего, если бы за этим не крылось бы что-то негативное, да, я думаю, что вы бы могли и изменить. А это значит, что, скорее всего, вы просто не хотите делать что-то противоправное. Потому что вам же нравится внимание мужчину и влечение у вас есть. Значит, здесь наблюдается конфликт того, что вы хотите и того, что нужно. А это означает, что, может быть, до сих пор, вот, ну, до того, как появился этот мужчина у вас, в вашей жизни. Вы, может быть, может быть, жили, ну, только исключительно через призму того, что нужно. И подбирали, выбирали для себя только те пути, те пути, которые, ну, максимально соответствовали тому, что, по вашему мнению, должно быть, и только по по тому же тому, от чего вы хотите. Вот. По моему представлению, это далеко не самый лучший расклад, потому что, ну, копится ваша неудовлетворенность собой. Копится ваше подавление желаний. Копится ограничения. Копятся, точнее, копятся ограничения. И, на мой взгляд, это тоже серьезная существенная проблема. Ну, вот, для вас, на самом деле. Вот, как это вижу я, по крайней мере. Дальше идем. Так. Как сделать так, чтобы мужчина перестал написать и проявлять внимание сам? Я не очень понял смысла этого вопроса. Понимаете, если вы говорите, допустим, если вы говорите, что хотите, чтобы мужчина перестал вам писать сам, то это означает что? Что вы снимаете с себя ответственность, это означает что? Что вы просто-напросто как-то вот, ну, не хотите самостоятельно что-то решать? Не хотите самостоятельно что-то делать? Не хотите собственноручно принимать решение? Или что? Или как? Так. Это вот один момент. Другой момент. Мужчина чувствует от вас, ну, какой-то вот, ну, привитив, да? Мужчина чувствует от вас отклик. И именно потому, что он чувствует от вас отклик, именно поэтому мужчины проявляют к вам внимания. Потому что, если, если вы, если бы, точнее, вы не проявляли бы к нему взаимности, ничего бы не было. Поэтому нужно говорить для начала о вашей взаимности, о ваших желаниях, о проблемах в семье, о неудовлетворенности. И только потом можно уже говорить о том, что делать дальше. Дальше. Ну, то есть, я имею ввиду, что делать с этим мужчиной. Вот так. Так, я думаю, можно вам ответить на этот вопрос. Вы пишите, я с ним встретилась, чтобы поставить точку, но он, видимо, чувствует очень нравится, мне отступать не намерен. Ну, понимаете, если я был прав, и если вы действительно перекладываете ответственность в себя, и хотите, чтобы мужчина сам, без вашего участия, перестал с вами взаимодействовать. Про подобное высказывание, что он, ну, что он отступать не намерен, и так далее, говорит, по сути дела, только о том, только о том, ну, что вы хотите, опять же, чтобы мужчина, такие, был с вами, чтобы мужчина, такие, дал вам точно, чего вы хотите, ну, я не знаю, внимание, секс и т.д. Но при этом, чтобы это обстояло так, как будто вы, ну, просто вот, лишились выбора. То есть, это такая вот позиция жертвы, позиция снятия ответственности в себя. Это игра, это психологическая игра. Я полагаю, что если у вас, ну, по жизни такие триггеры поведенческие повторяются, то, соответственно, игру можно идентифицировать и уже тогда работать с тем, благодаря чему эта игра стала возможной. Еще раз повторю, не стоит думать и не нужно думать, что есть что-то дурное в том, что происходит. Нет. Дурного ничего нет. Не нужно морализаторствовать, не нужно, там, еще что-то, не нужно. Если, если есть какие-то желания, если есть какие-то истории, значит, к этому у вас есть, ну, некая потребность. Эту потребность, еще раз повторяю, нельзя игнорировать. Ни в коем случае. Никак. Нельзя игнорировать эту потребность. Вот, я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Ну, вот настолько, насколько вы здесь предоставили информацию, да, о себе и своей проблемах. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Вполне возможно, что вам требуется индивидуальная консультация с психологом. И вполне возможно, что вам с вашим мужем требуется совместная, также психологическая работа. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.